Добрый день или доброе утро. Давайте тогда начнем потихоньку. Надеюсь, что сегодня к нам присоединились или еще присоединятся примерно те же самые люди, которые участвовали в прошлом мероприятии, в прошлом тренинге вчера. В любом случае, если вдруг к нам присоединились какие-то новые люди или присоединятся новые люди, позвольте представиться. Меня зовут Рон Пашир. И я в компании Дель Тарес работаю уже на протяжении около 30 лет и примерно столько же времени занимаюсь инструментом, который является предметом сегодняшнего нашего обсуждения. Сейчас я поделюсь своим экраном и вкратце расскажу о сегодняшних наших планах. На слайде вы видите нашу программу не только на сегодня, а на все мероприятия, которые связаны с инструментом РИБАСИ. Это план описывает не только сегодняшние мероприятия, но и в том числе предыдущие и на следующей неделе. Вкратце сегодня еще раз сделаем такой рекап или быстрое повторение введения в РИБАСИ. Очень кратко. Я это сделаю, потому что на прошлой неделе, насколько я понимаю, не всем удалось установить приложение, поэтому, наверное, имеет смысл чуть-чуть повторить материал. Потому что, как я уже говорил в прошлый раз, самое главное, конечно, и мы сегодня посвятим этому много времени, самое главное, это ваша самостоятельная работа, чтобы вы смогли сами, своими руками попробовать и поработать с этим инструментом. На прошлой неделе вам был выслан пакет методических материалов, и я видел, что многие из вас уже загрузили эти материалы, то есть их получили и сохранили у себя. Кроме самих материалов и приложений, вам также высылались инструкции по установке и по работе, и я поэтому сейчас хотел спросить, у кого-либо какие-то проблемы возникли с установкой? И второй вопрос, то есть первый вопрос, были ли какие-либо проблемы с установкой, с загрузкой приложения, и второй вопрос, скольким из вас все-таки удалось загрузить и установить у себя программное обеспечение? Пожалуйста, тогда если какие-то вопросы, если какие-то проблемы возникли, то обязательно об этом мне скажите. Здравствуйте, да, получилось установить и поработать с Virgin 08, как в прошлый раз. Да, я смогу установить и установить, а также практиковать с Virgin 08 моделем. Очень хорошо. Отлично. Кто еще? Кто-нибудь еще? Да, пожалуйста, какую-нибудь обратную связь предоставьте. Просто я хочу узнать, удалось ли вам загрузить и установить приложение. Это важно для продолжения нашей работы. Пока что комментариев я никаких не вижу в чате и не слышу. Ну, тогда я продолжу и будем так предполагать, что вы установили программу и вы можете с ней работать в настоящий момент. Давайте быстренько повторим, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе. Первое, о чем мы говорили на прошлой неделе, это так называемый по-английски Case Management Tool, или инструмент по управлению конкретными ситуациями, случаями CMT. А также мы говорили о некоторых компонентах, составляющих самой системы моделирования RebaSIM, о которых мы более детально поговорим сегодня. Как мы видели в прошлой неделе, RebaSIM, как мы на прошлой неделе говорили, и являются вот эти узлы, да, их несколько типов. И, кроме узлов, это первая группа. Вторая группа – это так называемые линки, да, или звенья, которые обеспечивают внутри системы связь между узлами. Программой предлагается достаточно широкий спектр как узлов, так и звеньев, которые соединяют эти узлы, но, как правило, в основном используется небольшое количество. Когда вы строите схему какого-то бассейна или части бассейна, вы работаете вот на таком рабочем поле. И на нем вы можете видеть те же самые узлы, о которых или звенья, и звенья, о которых я рассказываю. То есть они все в оперативном доступе, и их можно перетаскивать на рабочее поле. Вот здесь сверху у нас перечень или такое меню звеньев, и чуть ниже – перечень узлов. А справа у нас меню команд, с которым мы поработаем еще сегодня, надеюсь. То есть посредством этих команд мы говорим программе, какая связь между узлами или звеньями существует. Вы посмотрите спецификально в этом курсе о ресервуарах, потому что вы очень интересны в том, как работать с ресервуарами в вашей дейлой операции. Основной темой или, скажем так, плоскостью, в которой мы рассматриваем использование инструмента RebaSIM является водохранилище, потому что было заявлено, что именно эта тема представляет для вас интерес, и вы именно этим занимаетесь в своей повседневной профессиональной деятельности. Что касается моделирования процессов в водохранилищах, есть определенные внутри программы операционные правила. Это очень сильный инструмент, чтобы управлять в водохранилище. Вы имеете в виду софтвера или операционные правила в действующих резервуарах? Это очень сильный инструмент, чтобы управлять в водохранилище. То есть внутри программы, в самой программе, встроены вот эти операционные правила, которые позволяют вам переносить, скажем так, реальную ситуацию с каким-то водохранилищем внутрь этой модели. Также еще одной возможностью внутри программы является присваивание определенного ранга приоритетности различным узлам. И я также показывал, как это все работает и зачем это нужно. Это очень важно делать, то есть присваивать вот эти ранги приоритетности, потому что по умолчанию РИБАСИМ следует принципу, кто первый или кто выше по течению, тот и получает воду. Ну а так как мы знаем, что в реальной жизни вода распределяется не всегда так или не совсем так, как этот инструмент позволяет изменить, адаптировать принцип распространения или вододеления согласно той ситуации, которая существует в реальности в том или ином бассейне или случае. Также мы с вами говорили о том, что результаты моделирования могут использоваться различным образом, то есть после того, как модель заканчивает работу, их можно анализировать с разными целями. Итак, что же мы собираемся делать сегодня? Вот этот инструмент по управлению ситуацией или управлению конкретными случаями, CMT, КАСЕМ. Как это работает? Я сначала сделаю это с презентацией, а потом мы сделаем это сами с программом. Привет. Извините, у меня был выключен микрофон. Я сейчас пройдусь по презентации, то есть закрою теоретическую часть, а потом мы с вами уже перейдем к практике. Здесь вы видите, когда вы открываете Рибасим, и вы приходите в КАСЕМ, когда начинаете. Этот экран вы уже видели. Этот экран управления, то есть это интерфейс вот этого инструмента по управлению конкретным случаями. Этот интерфейс позволяет вам не только начать работать по вашему усмотрению, по вашему графику, как вам удобно начинать работу с тем или иным компонентом системы, но и также останавливать работу и продолжать ее тогда, когда это возможно. Также мы с вами говорили о том, что внутри инструмента в интерфейсе существует цветовая кодировка состояния процесса. Зеленый цвет означает, что процесс закончен. Желтый означает, что вы можете с этим процессом производить какие-то действия. А красным обозначается какая-то работа или какой-то процесс, который пока что не может быть запущен по каким-то причинам. Вы видите, что вы не можете посмотреть результаты, пока вы проводите модель. Это логика. Ну и соответственно, вот мы видим сейчас слайд, на котором представлен интерфейс этого инструмента. И вот красным у нас обозначен как раз таки анализ модели бассейна, и он отмечен красным. Соответственно, мы не можем пока провести никакой анализ, потому что модель еще не была запущена, не было прогона. Как только вы запускаете какой-то процесс, то есть программа начала с ним работать, соответствующий блок окрашивается вот таким образом. Первое, что нужно сделать, когда вы начинаете работать с инструментом CMT, это выбрать конкретный случай или конкретную ситуацию. То есть после того, как вы выбрали вот этот кейс, вы сразу же попадаете как бы внутрь этого кейса и на интерфейсе отображается цветовыми этими блоками состояние доработки или в каком. Степень наполненности этого кейса информацией данными. В данном случае я случайно открыл кейс, в котором все работы уже были выполнены, все процессы могут быть запущены или начаты. Первый шаг у нас такая логическая цепочка, то есть у нас процесс развивается слева направо, вот у нас первый блок, то есть первый блок или первая фаза работы, она находится, отображается слева. После выбора кейса необходимо присвоить этому кейсу определенный сценарий, то есть либо ситуация развивается так, как она развивается сейчас, то есть при нормальных условиях или, например, при условиях изменения климата. То есть правильнее будет их назвать сценарием развития ситуации. Это окошко я в прошлый раз тоже вам показывал, то есть первая строка у нас это вот именно выпадающее меню, там будет, в котором вы можете выбрать соответствующий сценарий, гидрологический сценарий. Вы заметили, что прежде у нас все блоки были зеленого цвета, сейчас они все изменили цвет на красный, то есть это произошло потому, что я выбрал другой сценарий. То есть это могло произойти по другим причинам, то есть я какие-то изменения внес в систему, в кейс и, соответственно, нужно заново все эти процессы проводить. Это диалоговое окно позволяет нам, во-первых, присвоить какое-то название нашему кейсу, а во-вторых, выбрать период времени, данные за который нас интересуют. Видите, вот мы это сделали, сохранили изменения и этот блок снова стал зеленым. Третья фаза работы, я просто раз об этом говорил, это самая трудоемкая фаза, потому что именно на этом этапе вы редактируете или детализируете вот этот кейс, или свою систему, сеть и вносите, привязываете к этому кейсу необходимые данные. Здесь, вы видите, также есть много различных опций, но самое главное из них находится наверху, вот она красной стрелкой показана. Это кнопка позволяет нам как раз таки открыть интерфейс инструмента по схематизации. Вот таким образом наш интерфейс выглядит, и именно посредством этого интерфейса мы можем строить нашу схему, и подвязывать к этой системе, к схеме все необходимые данные. Существуют различные возможности и огромное количество окон, опций, через которые мы можем вводить систему вводные данные. Например, вот здесь у нас окно диалоговое по водохранилищам. В верхней части окна вы видите несколько закладок. Соответственно, закладки позволяют нам вводить в систему различные данные по каким-то конкретным параметрам. Мы закончили, скажем так, условно работу на этой фазе, и опять же блок стал зеленым. Мы можем уже запустить модель речного бассейна, нажав на вот этом блоке. Итак, у нас прогон уже завершился, и блок также окрасился в зеленый цвет. И мы видим, что блок анализа желтого цвета, это означает еще раз, что мы сейчас в состоянии, то есть у нас система нам позволит провести анализ данных. Существует три различных способа анализа данных. Первый из них — это представить данные на карте, примерно такой же, как мы видели раньше. Если вы выбираете этот вариант, то программа автоматически перекидывает вас на ту карту, которую вы использовали для создания схемы и ввода данных, то есть уже знакомую вам карту. Второй вариант, вторая опция — это представить данные в виде графиков. И также существуют огромные возможности, варианты корректировки или адаптации или представления данных именно в том виде, в котором вам необходим. Как я уже говорил в прошлый раз, таким очень удобным преимуществом инструмента CMT является то, что вы в любой момент можете прекратить работу, остановить и продолжить ее работать. Тогда, когда у вас появится такая возможность. То есть одновременно вы можете работать сразу над несколькими кейсами, над несколькими моделями и они могут быть на разной стадии готовности. И так как таких проектов, таких кейсов и моделей может быть достаточно много, открыв интерфейс и указав какой кейс вас интересует в данный момент, вы сразу же на экране увидите, в каком состоянии находится и где вы остановились, где нужно продолжить. Ну вот мы повторили, да, вкратце, так пробежались по тому, как работает в целом Рибосим и как работает CMT. Может быть у кого-то есть какие-то вопросы на данный момент? Если нет, тогда уже продолжим с практикой. Нет вопросов? Вопросов я не слышу и не вижу. Я не знаю, какая операционная система у вас стоит, но, как видите, у меня стоит 10 Windows. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы запустить Рибосим, это, в общем, найти эту программу в списке программ на компьютере и запустить. Нажимаем. Появляется на экране компьютера вот такой интерфейс. И вы справа видите здесь несколько кнопок. Нажав первую, появляется диалоговое окно и там вот будет выпадающее меню, в котором вы можете выбрать интересующий вас кейс. Пока что у вас таких кейсов будет немного, видите, у меня их достаточно много, потому что давно уже с этим работаю. В любом случае вы выбираете тот кейс, который вам нужен в данный момент. Я, наверное, сейчас прошу, все ли меня хорошо слышат. Я надеюсь, что да. И, опять же, если какие-то вопросы или проблемы возникают, обязательно об этом говорите или пишите в чат. Вы все в рамках внутри в пакете раздаточных материалов получили кейс Верджин 08. Еще одним таким удобством в работе Прибасим является то, что мы всегда можем сделать копию какого-то кейса или сценария, например, если мы хотим что-то в нем изменить. И я сейчас вам продемонстрирую, как это сделать. То есть это очень удобно. Оригинал всегда сохраняется в неизменном виде. И если, например, вы сделали какую-то ошибку или что-то пошло не так с копией этого кейса, мы всегда можем вернуться к исходному оригиналу. Еще такая очень удобная функция. Вот эта кнопка Copy Basin по-английски, то есть скопировать бассейн. При нажатии этой кнопки опять же появляется на экране такое диалоговое окно и мне предлагается выбрать, какой бассейн я хочу скопировать. То есть по мере разрастания вот этого дерева кейсов, сценариев и бассейнов, по мере наполнения системы данными у вас будет появляться их все больше и больше и можно будет уже выбирать то, что вам нужно. Итак, вот я выбираю наш бассейн, который учебный, Virgin 08. Я присвою этому бассейну имя Virgin 08, то есть это мне уже будет говорить, что основой этого бассейна или этой модели является оригинальный исходный кейс Virgin 08, но мы будем что-то в нем менять. И нажимаем кнопку OK, система автоматически создает такую виртуальную копию вот этого исходного бассейна. После того, как система совершила процесс копирования, она у меня спрашивает, вы хотите сейчас работать вот именно с этим бассейном? Если я нажму да, система сразу же меня пропустит дальше, то есть переведет уже к рабочему интерфейсу, в котором я буду работать с этим бассейном. Если нет, вернет меня к исходному оригиналу. Пока что нажмем нет. Я покажу вам немного здесь. Вы видите, здесь, в проводнике в Total Commander, у меня перечень всех бассейнов, которые у меня сохранены в системе. Вот вы видите папку с исходным бассейном Virgin 08. И вот появилась у нас копия нашего бассейна, которую мы назвали Virgin 08. Вот она здесь тоже есть. Так как у нас была создана копия бассейна, она должна быть у нас в списке. Вот я ее нашел. Открываем именно копию. Ну, как я уже говорил, она пока что на 100% повторяет оригинальный наш бассейн, то есть Virgin 08. Но мы сегодня будем с ней работать. Может быть, там какие-то ошибки или что-то. По крайней мере, нам не нужно это сохранять. Просто для цели демонстрации. Мы можем просто в конце работы выбросить без каких-либо последствий. Нажимаем ОК, заходим в модель. Вот появился наш CMT-инструмент по управлению кейсом. Но, видите, все блоки пока серые, потому что мы не начали, не наполнили, скажем так, модель новой информацией. Открываем меню кейс. Видим, выпадает такое привычное, достаточно стандартное меню. То есть новый открыть, сохранить как новый и так далее. Открываем, то есть нажимаем, кликаем функцию Open, открыть. Появляется перечень кейсов, которые уже есть в модели. Каждый кейс представляет какую-то конкретную, определенную ситуацию, которую вы хотите симулировать. Каждому кейсу можно присвоить, как я уже говорил, определенное имя. Это удобно, чтобы просто не забывать, не забыть через какое-то время, что это был за кейс. И чтобы он, то есть название должно кратко описывать, какая ситуация имеется в виду. То есть вот у меня здесь, например, такие названия, кейс по качеству воды или, например, по водохранилищу Virgin. И вы видите, что перечень кейсов у нас достаточно большой. Вот здесь есть такой бегунок справа. Можно гулять по списку. Также есть возможность выбрать самый простой, такой базовый кейс, то есть базовый кейс, без каких-либо изменений. Если вы кликните «Да», «Ок», и выберите этот кейс, интерфейс будет выглядеть вот таким образом. В вашем случае, я не знаю, на какой стадии работы вы сейчас находитесь, но так как я уже с этим кейсом работал раньше, три блока у меня, видите, окрашены в зеленый, то есть работа с ними завершена, и один блок по модели, он желтый. То есть система, опять же, мне говорит, что модель готова к прогону. Но пока что модель прогонять не будем. Давайте посмотрим, что он будет. У нас находится внутри каждой из фаз работы. Открываем блок. Видите, блок изменил у нас цвет на розовый, то есть это значит, что мы как раз-таки сейчас находимся в этом блоке и работаем в нем. Автоматически система блокирует все остальные блоки, ведь они окрасились сразу же в красный. Это значит, что если мы открыли один блок, мы в других не можем сейчас работать. Здесь мы выбираем различные гидрологические сценарии. Это сценарии, которые были заранее подготовлены и были подготовлены на другой платформе, не в Рибасим. Я через минутку покажу вам, где эти файлы находятся в системе Рибасим. Я сейчас перешел в директорию со сценариями. Они у меня здесь все есть. Здесь вы видите много очень папок, которым присвоены числовые коды и не только числовые. Вот у меня есть папочка, она называется Hydrologic, то есть гидрология. И если я в нее проваливаюсь, здесь есть два сценария. Внутри этих папок видите различные файлы с разными гидрологическими данными. И вот я просто хотел показать, где эти файлы физически лежат, чтобы вы понимали, как это все связывается. Но вот именно эти два сценария у нас и выпадают при выборе сценария. Мы выбираем первый. Сценарий 1.2.1. Остальные опции пока мы не будем трогать, потому что это специфические целевые сценарии, например, по водопользованию, по сельскому хозяйству и так далее. Пока что оставляем их в состоянии по умолчанию и нажимаем ОК. И опять же следуем вот этой логической нашей цепочке. Мы завершили работу на первой фазе. В первом блоке он у нас теперь отображается зеленым цветом. Вторая фаза, второй блок стал желтым. И, например, если сегодня мой рабочий день уже закончился, я не могу дальше работать с этим кейсом, я просто могу остановить работу в данный момент и вернуться к ней продолжить уже, например, завтра. Давайте откроем следующий блок. Как я уже говорил, здесь можно присвоить нашему кейсу какое-то определенное название. И определить период модели. Период, который будем моделировать. Вы видите, точку начала работы моделей я могу сместить в будущее, то есть дальше, позже 1971 года. Но в прошлое я не могу сместить, потому что данные начинаются как раз таки, то есть за предыдущие годы у меня данных нет. Оставляем дальше все как есть и закрываем окно. Второй блок у нас тоже готов, третий окрасился желтым. Этот блок, насколько сложным, настолько и более интересный, потому что мы как раз таки попадаем в пользовательский интерфейс. Открываем. Открываем. Нажимаем первую, верхнюю эту кнопку, открывается, должна открыться карта. Вот так открывается или выглядит экран. Ну, вы видите, конечно, это не очень интересный модель, но это очень основное, которое мы приготовили. Конечно, схема у нас пока еще достаточно простая, но начнем работать с ней. Кликая на каждом из узлов, мы можем посмотреть, какие же данные у нас есть по каждому из них. Я уже, конечно, их, можно сказать, с закрытыми глазами знаю, что обозначает каждый из значков, но если вы пока еще не привыкли, вы можете присваивать, то есть выбирать функцию отражения на схеме названия узлов. То есть, например, вы можете выводить на пользовательский интерфейс, на это рабочее поле, например, легенду в каком-то виде. Также ее можно настраивать. Например, я выбираю вот эту опцию Network Legend или сетевая легенда. Я также могу вот галочкой поставить, то есть включить или отключить функцию отображения легенды на экране. Я также могу настроить размер шрифта легенды, чтобы мне было удобно, что я мог это все видеть, потому что если мы этого не сделаем, по умолчанию она будет написана очень мелким шрифтом. То есть я вот с седьмого шрифта на двенадцатый меняю. И вот я теперь на легенде, как на любой другой карте, вижу четко, какие узлы у меня на схеме есть и что они обозначают. Автоматически по мере дополнения схемы какими-то другими узлами или звеньями легенда также будет расширяться. Кроме названия каждого из узлов или звеньев, также в легенде указывается их количество на схеме. Так, ну и что у нас вот на нашей схеме есть? У нас есть две точки притока воды или два узла притока. Один узел совмещения притоков. И есть узел оттока или оттока воды из схемы. Если выделить один из узлов правой кнопкой мыши, кликнуть правой кнопкой мыши на нем, выскакивает меню и, соответственно, я могу запросить систему вывести все данные по этому узлу на экран. Также есть опция, которая по-английски называется Model Data, то есть все данные по модели. И выбрав эту опцию, я могу посмотреть, какие же у меня есть данные вводные по этой модели. При нажатии этой кнопки автоматически выводится на экран окно, которое мы можем использовать либо для редактирования данных, либо для ввода новых данных. Вы видите, вот у нас отображаются наши узлы притока воды и оба из них активны. Это очень удобно, потому что, когда схема становится очень большой, вы, например, хотите смоделировать какую-то ситуацию без участия, скажем так. То есть представить, что какого-то узла нет и смоделировать ситуацию в таком виде. Поэтому вы можете просто отключить, то есть этот узел будет находиться все-таки внутри схемы, но его можно просто отключить. Вторая закладка у нас — переменные. И это определяет, какие данные связаны с инфлой. Эта функция позволяет нам говорить модели, какие данные использовать при моделировании, а какие нет. То есть мы готовим вот этот вот файл с данными, загружаем его, подвязываем его к модели и можем сказать модели, используй вот эти данные, а эти пока оставь. Или, например, используй все. Давайте покажу вам одну модель, одну схему, которая, может быть, более интересная, чем наша вот эта учебная. Система автоматически сохраняет все изменения. Которые вы сделали по модели. Но сейчас давайте нажмем кнопку exit, то есть выход, и выйдем из нашего кейса. Возвращаемся на пользовательский интерфейс. Нажимаем ok. И если у нас там система не выявила никаких ошибок, блок также окрасится зеленым. Так, ну и давайте покажу вам, как может выглядеть более сложная и интересная схема. Возвращаемся в наше основное командное меню. Открываем закладку case. Появится предупреждение на экране. Значит, там написано все изменения, которые были произведены с кейсом, будут потеряны. В случае, если вы не сохраните. Хотите ли вы сохранить? Хотите ли вы выйти из этого кейса? Да или нет? Мы никаких особых изменений не сделали и ценность эта схема не представляет, поэтому я спокойно могу нажать кнопку да, выйти и, соответственно, автоматически не сохранять никакие изменения. Сейчас выберем нужный нам кейс. У нас этот сценарий называется кейс А. В моем случае, опять же, у меня этот кейс уже готов. Никаких изменений я пока что в него вносить не буду и сразу же перехожу на вот это рабочее поле пользовательский интерфейс просто для того, чтобы вам продемонстрировать. Открываем. Появляется знакомое нам меню. Нажимаем первую кнопку и вот наша карта. Здесь, видите, у нас появилось кое-что новенькое. Сразу же настраиваем нашу легенду, чтобы было более понятно, что у нас тут происходит. Ну, все то же самое делаю, что я делал в прошлый раз с легендой, чтобы мне было удобнее. И мы в легенде видим, что легенда у нас уже стала такая более сложная, более интересная. Вот наши узлы притока, но мы видим, что появилось что-то новое. Это у нас точка или узел забора воды из реки. И вот этот узел у нас тоже появился. Это так называемый узел, где вода используется для цели орошения. Кликаем на нем правой кнопкой мыши, появляется знакомая нам менюшка. Заходим в данные по этому узлу. И вот у нас появляются все данные, все опции по этому узлу ирригации. Здесь, видите, я уже внес предварительно некоторые условные данные. То есть это основные параметры этого узла. Во-первых, это площадь нашего надела или земельного участка. И сколько воды расходуется на этом участке или в этой орошаемой зоне каждый день. Также мы здесь можем присваивать ранг приоритетности. То есть уже с даже такой простой моделью мы можем поиграть и посмотреть, что происходит при различных режимах обводненности. Сразу же скажу, что если, например, у нас не хватает воды для нашего орошаемого узла, это не значит, что у нас какая-то проблема с вот этой рекой или с вот этим узлом притока, к которому он присоединен. Потому что проблемы у нас могут быть также и на уровне звеньев. Открываем наше звено, которое соединяет точку или узел забора воды из реки и оросительный узел. Посмотрим, какие у нас характеристики этого звена. Здесь мы видим один из физических параметров. Это максимальный объем отведенной воды. Здесь, вы видите, числа у нас достаточно высокие. То есть вода отводится, забирается для цели вот этого орошаемого узла без каких-либо ограничений. Но если цифры в реальной ситуации у нас неправильные, то в том числе это может быть причиной, почему орошаемый узел недополучает необходимое ему количество воды. Пока что оставим все как есть. Выходим. Просто нажимаем ОК. И давайте посмотрим, прогоним модель. Достаточно быстро это все обычно происходит, если компьютер более-менее мощный и уже готовятся файлы с выходными данными. Переходим на этап в блок анализа данных моделирования. Давайте сначала выведем наши данные в виде карты. Как я уже говорил в прошлый раз, толщиной линии система отображает объем какого-то потока или размер какого-то взаимодействия. И если я выделяю какое-либо из звеньев, я могу вывести на экран график. То есть представить процесс, который происходит в этом звене в виде графика. Вот я выделил одно из звеньев, у меня выскочило на экран диалоговое меню и видите вот такая небольшая иконка, я могу представить эти данные в виде графика. То есть автоматически вот создается такой график. Удерживая кнопку Ctrl, я могу выделять сразу несколько звеньев. И соответственно на графике будут отображаться уже процессы, которые происходят в нескольких звеньях. В данном случае у нас красным обозначен речной сток, а зеленым та вода, которая поступает на растительный узел. Выйдем с карты схемы, зайдем в опцию графиков. Я выбираю пока что фиксированные растительные узлы. Я выбираю несколько видов, которые меня интересуют, как экспортировать данные. Я выбираю весь период, видите, выделяю его весь, такая кнопка есть специально All, то есть весь период. У нас только один орошаемый узел, и я его поэтому выделяю. И вот вы видите перечень параметров, по которым могут быть выведены данные. В данном случае, так как я раньше сопоставлял, да, вот что у нас происходит на звене речного стока и потом с тем, что происходит на звене соединения отводного сооружения, водозаборного сооружения с растительным узлом, меня интересует соотношение спроса и предложения, то есть сколько воды поступает и сколько воды требуется. 100% означает, что узел получает столько воды, сколько ему нужно, но мы видим, что есть несколько периодов, где у нас дефицит воды. И, зная, что у нас, помните, мы выставляли цифры притока воды на вот этот рассеительный узел, мы выставили очень большие цифры, то есть при наличии воды участок получает практически ее всю. Это дает нам возможность предположить, что у нас какие-то проблемы с речным стоком, то есть в реке не хватает воды. В перечне параметров есть один, который по-английски называется shortage, то есть недостаток или дефицит, и я могу, соответственно, посмотреть конкретно на то, сколько мне воды не хватает. Я просто это показываю для того, чтобы вы понимали, что по-разному можно использовать вот эти результаты и данные моделирования. в зависимости от того, какую ситуацию или какой момент конкретный вы хотите проанализировать, понять. Но в любом случае наша схема все еще достаточно такая в базовом виде, достаточно примитивная, потому что у нас только один узел есть, который потребляет воду. Давайте выйдем. И давайте откроем какой-нибудь кейс, который, может быть, будет более интересным. Ну и система Viti опять вывела на экран предупреждение о том, что действительно ли вы хотите выйти из этого кейса, потому что в случае выхода все данные будут утеряны. Опять же, в этом кейсе у меня никаких важных данных нет, поэтому я могу спокойно выйти и все эти данные не сохранять. Я выбираю еще один кейс. У нас тут есть резервуар и мы выбираем этот кейс. Ну давайте выберем вот этот вот. Открываем нашу карту. Схему. Ну, мы видим, что ситуация немного более сложная, чем в прошлый раз. Я выбираю легенду на экран. Я выбираю легенду на экран. Опять же, для удобства работы вывожу на экран легенду. Вы видите, у нас уже появилось два вот этих ирригационных узла. И очень важно, что здесь есть резервуар. И появилось одно водохранилище. И ситуация уже усложняется. В данном случае водохранилище нам дает возможность либо накапливать воду, например, то есть контролировать сток, накапливать или сбрасывать ее. Так, ну давайте посмотрим, что же у нас происходит в этих наших... If we just click on one of them, we do it with the right mouse button, we go to the... Орошаем зонах. Опять же, открываем правой кнопкой мыши данные по узлам. We go to the data. Что мы видим? You see that here now we have information for two irrigation areas. We can put them active or inactive. Опять же, у нас здесь вот два наших рожаемых узла. Мы можем либо их включить, то есть перевести либо в активный, либо в пассивный режим. And you see that two different irrigation areas with different areas. У них разная площадь. It's important that now... Sorry. It's important that they still have both the same priority. И вот видите, приоритетность пока что у них одинаковая. It means that this one will always get water first, and then this one. For a simple reason that this one has an intake which is upstream from this one. Да, у нас, то есть водозаборное сооружение, которое подает воду на первый участок, просто физически находится выше заборного сооружения, которое подает воду на второй участок. So, later we can see what will happen if we change this. But we will leave it now like it is. Пока что оставим так как есть. Дальше я покажу, что может произойти, если мы изменим приоритетность. If we look at the reservoir. У нас водохранилище. And we open the data. Открываем данные. You see we have one reservoir that's active. Вот у нас одно наше водохранилище. Оно в активном режиме. The reservoir has a lot of data here. But very important always is the operation. И видите, там есть много закладок. То есть мы можем настраивать работу, настраивать это водохранилище как нам нужно. Но самое главное это правила эксплуатации. Here you have on this table you have operation rules. Вот я вывожу как раз таки это окошко. We will not change them now. I will show you later what happens. But this is a very important tool to make, to influence your water distribution. То есть вот эта функция, да, вот эти настройка этих правил или режим эксплуатации как раз таки нам и позволяет менять режим или режим использования воды в водохранилище. Let's first simply go out of this one and see what happens if we make a simulation. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы прогоним нашу модель. So we do OK here. Нажимаем OK. We run the model. Запускаем таким образом модель. And then we look at the results. Давайте посмотрим, что уже у нас получилось. Давайте сразу же выберем опцию графики, потому что мне она кажется наиболее интересной. Let's first look again at this irrigation node. Давайте посмотрим опять же вот на наши вот эти рассительные узлы. We have two irrigation nodes now, you see. На данной картосхеме у нас уже их два. Let's first choose the full period. Выбираем весь период. If I want to choose to make a graph of both irrigation areas, I have to use the control button to choose them all or both. И, соответственно, для того, чтобы сопоставить эти два узла, я просто удерживаю кнопку control и выделяю оба. Посмотрим на соотношение притока и спроса. Now, what we see here is quite interesting because it looks like there are some problems here, but you see that on the axis here it's all 100 per 100. But what you're looking at is the precision of the simulation. It may be 100.001%. Так как 100% у нас это такая условная, да, грубая, грубый показатель, то есть грубое значение, обеспеченность водой этих двух участков может варьироваться, там, на какую-то небольшую долю, там, на какие-то десятые или, может быть, сотые, но где-то около 100% все же есть. И, в общем, мы видим, что воды у нас достаточно, соответственно, мы предполагаем, что в водохранилище воды тоже хватает. А давайте посмотрим, что у нас происходит вот в нашем узле водохранилища. Вот оно, наше одно водохранилище. Выделяем его. Опять же, выделяем весь период. И, что касается водохранилища, опять же, огромное количество параметров, которые мы можем выводить в виде графиков. Как правило, когда я работаю с водохранилищем, я выбираю в первую очередь вот этот параметр, то есть процент заполненности. Ну, самое главное, то, что меня интересует в этой работе, это посмотреть, когда и насколько заполнено мое водохранилище. Вот мой график. Мы видим, что есть несколько периодов, когда водохранилище на 100% заполнено. Но мы видим, что на протяжении вот этого всего периода были моменты, когда водохранилище было далеко не полным и даже был один случай, когда оно было заполнено всего где-то на 5%. То есть нам, скажем так, крупно повезло, что оно вообще не высохло. Потому что, когда ситуация достигает нулевой точки, это означает, что у нас дефицит. А теперь я покажу вам, что мы можем сделать для того, чтобы избегать таких ситуаций. Мы выходим из графиков, закрываем все мои окна и захожу снова в блок редактирования детализации нашей схемы. И мы снова открываем эту дверь. Теперь, что я могу сделать, чтобы избегать этот резервуар, который полностью полный, потому что это ситуация, которую я хочу избегать. Помните, наша проблема, которую мы пытаемся решить, это предотвратить или не допустить ситуацию, когда у нас водохранилище практически пустое. Давайте посмотрим на этот график. Ну вот здесь как раз таки у нас отображается, скажем так, жизненный цикл водохранилища. По оси Х у нас месяцы, а по оси У степень заполненности. Самая нижняя, наша жирная линия, это так называемый режим. And the top, of course, is simply the top of the reservoir, the top of the dam. Dead storage, по-английски, то есть когда оно у нас неприкосновенный запас или мертвый режим. И самый верх графика, его предел, это когда водохранилище заполнено на 100%. You see that for a part of the year, we have a line here, which tells us that we like to keep the reservoir not completely full, because we want to have some space in case there is a flood. А вот здесь вот заполненность, степень заполненности, мы видим, не достигает 100%. То есть именно в этот период, например, нам нужно оставлять какой-то объем водохранилища для того, чтобы в случае, например, возникновения таяния снегов или возникновения наводнения чтобы было место, куда эта вода... Чтобы водохранилище было запасное, вот это место, свободное. В центре вот этой светло-зеленой полосы у нас пунктирная линия. Это наш вот этот условный оптимальный режим заполненности в хранилище. То есть воды достаточно много, но есть место на какой-то непредвиденный случай. И вот эта линия, это у нас так называемый режим надежного хранения. Это примерно столько воды. Мы хотим, чтобы у нас водохранилище осталось для того, чтобы хватило на следующий вегетационный сезон. То есть мы своими действиями или решениями должны стремиться к тому, чтобы уровень воды в хранилище не падал ниже вот этого уровня, и тогда мы будем знать, что нам более-менее на все в следующем году или в следующем месяце хватит. Вы видите, значения месячные меняются в течение года. Но если мы говорим о таких мокром сезоне или дождливом сезоне, да, в общем-то, если даже у нас уровень воды в водохранилища будет немножко ниже, чем мы хотели или чем было запланировано, это ничего страшного, потому что мы знаем, что будут идти дожди. И все равно водохранилище заполнится. Но если мы посмотрим на более сухой период в течение года, да, когда мы знаем, что дождей немного, вот в этот период мы хотим удерживать в водохранилище как можно больше воды, потому что мы знаем, что не факт, что в следующем месяце, или там, в следующем году в этот же самый период будут дожди, и поэтому нам нужно сохранить ее как можно больше. То есть мы сами устанавливаем для себя, да, вот эти минимальные и максимальные значения, и в данном случае, если у нас какое-то установлено минимальное значение, если мы видим, что уровень воды в водохранилище к нему приближается или достиг этого уровня, мы просто закрываем водохранилище и никакого сброса не происходит. Ну и вот у нас еще есть дополнительные линии, которые чуть ниже находятся. Это также какие-то вот такие контрольные точки, то есть при случае, если уровень воды в водохранилище достигает вот этого уровня, то мы знаем, что нам нужно предпринять какие-то определенные точки. определенные управленческие решения. То есть, например, если уровень воды в водохранилище достиг вот этой линии, вот этого показателя, то мы говорим, что, извините, мы можем дать только половину от того, что вы хотите получить. Но если уровень воды в водохранилище продолжает все-таки падать по каким-то причинам и достигает вот еще более вот этого низкого уровня, мы тогда говорим, ну, больше десяти процентов от объема, который вы требуете, мы просто не можем вам дать. То есть, опять же, вот это моделирование, да, и анализ ситуации, что касается состояния водохранилища, уровня воды в нем позволяет нам принимать, видеть, как ситуация развивается и принимать соответствующие решения. То есть, либо ограничивать сброс воды из водохранилища, либо, если такая возможность есть, сохранять ее в водохранилище как можно больше. Давайте посмотрим, как у нас RebaSIM отражает ситуацию. Так, вот у нас наш режим эксплуатации. Вот у нас наши режимы. И в данном случае уровень, вот первая колонка, по которой сейчас Рон бегает мышкой, это уровень, необходимый для контроля для предотвращения наводнений. Ну, здесь у нас цифры везде одинаковые, то есть это у нас такая прямая линия на графике получится. На вторая колонка, это у нас целевой уровень, да, это, то есть уровень, который мы хотим поддерживать водохранилище, например, для целей производства гидроэлектроэнергии. Так, ну а вот этот уровень... Could you explain what firm storage level means? Yeah, this firm storage is what I just told you, that below this level I start to become reluctant to release water. I like to keep this level in the reservoir so it does not... I still have water for next period. Третья колонка отображает у нас, скажем так, гарантированный... Минимальный, да. Минимальный гарантированный. Не совсем минимальный, да. Ну, то есть такой комфортный, комфортный, да, или минимальный уровень воды в водохранилище. То есть это то, сколько минимум мы хотим сохранить на следующий год. Now, I know from this reservoir that this is exactly the same as the dead storage. So, there is no... there is no buffer at all. Но в данном случае мы видим, что этот уровень, вот этот минимальный, да, у нас соответствует уровню так называемого вот этого мертвого хранения, или dead storage по-английски, то есть это такой уровень неприкосновенного запаса, да. So, this means that I have that effect, I allow the reservoir to empty completely up to that storage. If there is a demand, I will not stop the release. I just let all the water go out. Но, так как у нас значение уровня воды и водохранилища, необходимого для предотвращения, например, наводнения и целевой уровень, они значительно выше, на 55 единиц, чем вот этот минимальный уровень, это значит, что пока что водохранилище у нас будет сбрасывать воду даже при достижении вот этого минимального уровня. That's the reason why we just saw with the results, that the reservoir went down nearly completely up to 5%. It was nearly empty. И вот как раз-таки на графике у нас и была отображена эта ситуация, да, то есть, несмотря на то, что мы уже давным-давно прошли вот этот минимальный уровень, то есть сколько воды нам нужно было сохранять в водохранилище, а вода продолжала сбрасываться из водохранилища, мы достигли вот этого 5% уровня заполненности, что, в общем-то, было достаточно близко к полному осушению водохранилища. Но внутри модели я могу очень легко скорректировать эту ситуацию, просто изменив значение вот в режимах эксплуатации. Видите, я сейчас меняю на 150. И я могу изменить эти значения для каждого месяца, для каждого года, но, например, если я хочу, чтобы они все были одинаковыми, то есть всегда у нас модель сохраняла уровень на 150 метрах, я могу просто выделить все клетки и туда внести одинаковые значения. И вы видите, что сейчас у нас вот этот минимальный уровень заполненности водохранилища практически соответствует полному, стопроцентной заполненности. У нас разница всего в 5 метров. Давайте посмотрим, что у нас происходит при моделировании этой ситуации. Сохраняем. Нажимаю кнопку Exit, выйти, и система автоматически сохраняет все изменения. Закрываем. Запускаем модель. Посмотрим, что у нас по результатам. Что получилось? Открываем графики. Давайте посмотрим, как у нас ситуация развивается в наших растительных узлах. Посмотрим, изменилось что-то или нет. Выбираем весь период. Опять же, удерживая кнопку Ctrl, я выбираю обе. Оба растительных узлах. И посмотрим на соотношение притока и расхода потребностей в воде. Вы помните, у нас были ситуации, когда у нас не хватало воды для полива, и сейчас ситуация изменилась. Но ситуация изменилась по водохранилищам. Мы видим, что в то время как первому водохранилищу, которое находится выше всего по течению, там воды хватает. Но вот у второго водохранилища положение хуже. Мы видим, что много периодов, когда водохранилище практически полностью истощается. Выходим, посмотрим, что происходит на каждом конкретном водохранилище. Мы выбираем резервуар. Мы рассмотрим резервуар. Мы рассмотрим резервуар. Мы видим, что ситуация изменилась. И здесь у нас уже нет ни одного момента времени, когда у нас водохранилище истощается до 5%. Здесь больше 54%, где-то 55%. Мы также можем вывести в виде графика данные по уровню воды водохранилища. Мы можем выбирать любое количество параметров. Опять же, удерживая кнопку Ctrl, их выделять и выводить на график одновременно. В данном случае я выбрал параметр фактический уровень в каждой точке. А также стопроцентно заполненное водохранилище. Еще один параметр целевой заполнения, заполненность. Минимальная заполненность. И вот этот уровень неприкосновенного запаса. И если я сделаю график, то я вижу это. Спасибо, Санджай. Теперь вы видите, что это на top of the reservoir. Здесь вот мы видим, это у нас такая условная, условный уровень стопроцентной заполненности. Вот второй график вниз – это уровень минимальной заполненности, то есть это тот уровень ниже которого мы не хотим, чтобы значения у нас были. И мы видим, что, несмотря на то, что определенные колебания у нас есть до заполненности уровня воды водохранилища, мы очень-очень еще далеко от вот этого мертвого технического уровня. И причина того, что ситуация изменилась, как раз таки заключается в том, что мы изменили вот эти правила или режимы эксплуатации. Но мне вот то, что я вижу на графике, говорит о том, что мы могли бы немножко смягчить, скажем так, наши требования, вот жесткость тех правил или тех требований, которые мы задали. То есть мы можем их чуть-чуть понизить. Конечно, очень хорошо, что в водохранилище мы сейчас видим достаточно много воды и на протяжении всего периода. И это, конечно, очень будет хорошо сказываться на режиме эксплуатации водохранилища для производства электроэнергии. Но, с другой стороны, наши фермеры, которые находятся вниз по течению, наверное, будут не очень рады такой ситуации. То есть мы можем и далее корректировать вот эту нашу модель и режимы эксплуатации водохранилища для того, чтобы выявить наиболее оптимальный режим управления этим узлом. Конечно, мы знаем, что всех счастливыми мы не сможем сделать, потому что энергетики хотят, чтобы в водохранилище было максимальное количество воды, чтобы они могли производить электричество. А фермерам нужна вода для полива. Но, в любом случае, мы можем попытаться выработать какой-то наиболее приемлемый для всех вариант. То есть вот как раз таки удобство модели состоит в том, что мы достаточно просто можем менять различные параметры, режимы, какие-то настройки, значения. И таким образом анализировать ситуацию и смотреть, что мы можем сделать в том или ином случае. Ну и понятно, что кроме технических моментов, о которых мы говорим, есть еще и политическая плоскость, особенно что касается водохранилищ. Для каких-то стран, например, приоритетом является сельское хозяйство, то есть ирригация, для каких-то, наоборот, производство электроэнергии. Но эти факторы мы не можем подвязать или внести в нашу модель. Они влияют, то есть они существуют вне нашего контроля. Но в любом случае, мне кажется, что модели, и в данном случае РИБАСИМ и СМТ, дают нам возможность. Анализировать ситуацию, смотреть, что может произойти в том или ином случае, и соответствующую информацию передавать уже лицам, которые принимают решения, а они там уже пусть разбираются, что, как лучше сделать. По крайней мере, мы можем им дать разложить сценарии, объяснить, что может произойти, и в этом и заключается наша работа. Выходим. Я вижу, что, по крайней мере, у меня 11 часов. Это означает, что мы уже перерасходовали наше время примерно на 30 минут. Я прошу прощения за то, что задержал вас так сильно. Но, понимаете, я, конечно, хотел бы и мог бы еще очень много чего интересного сегодня вам рассказать. Но, наверное, продолжим в следующий раз. Важный момент, о котором я говорил раньше. Мне хотелось познакомить вас, то есть показать, как можно работать с аранжированием приоритетности. И я также расскажу вам о том, как можно вносить изменения в нашу карту схем. Это, на самом деле, очень обширная тема. И для того, чтобы ее пройти, нам потребуется, может быть, несколько недель. Но, если вам будет интересно, то это в любом случае нужно будет сделать. Это представляет огромные возможности. Но я хочу вам предложить, что, в последнее время, просто попробуйте работать с этим моделем, как я делал сейчас. Делайте изменения в два параметра. Например, вы можете менять ирригационную область, сделать это двумя или пять раз больше. Посмотрите, что происходит. Ну а пока я порекомендую вам следующее. Попробуйте поработать с вот этой моделью, с этой схемой, которая у нас уже есть. Попробуйте поменять различные параметры в разных направлениях. Например, изменять значение размера от наших орошаемых зон или какие-то другие параметры. Посмотреть, как ситуация изменяется. Просто, так скажем, поиграть с вот этой системой для того, чтобы понять, как она работает и как вы могли бы использовать ее для своих профессиональных, для своей непосредственной работы. Потому что, несмотря на то, что наша схемка все-таки еще достаточно примитивная, даже на ней уже можно отработать, посмотреть какие-то моменты, как будет меняться ситуация при изменении тех или иных параметров. А она достаточно сложная для того, чтобы уже понять, насколько сложным и многоуровневым является взаимодействие между всеми вот этими системами и как мы эти процессы все можем анализировать и моделировать. То есть, даже небольшое изменение в системе, вот видите, я сейчас выделил одно звено, которое соединяет у нас водозаборное сооружение со вторым орошаемым узлом. Даже небольшие изменения вот на этом участке могут привести к существенным изменениям во всей системе. Уже не говоря о внесении изменений в режим эксплуатации или вообще каких-либо параметров, касающихся водохранилища. Это дает огромные возможности корректировки или настройки определенным образом всей системы. Ну и я сегодня в основном остановился на режимах и вот эксплуатации водохранилища. Но там есть огромное количество других закладок, в том числе вы можете настраивать и задавать, например, физические параметры, то есть сам объем водохранилища. То есть, вы можете менять его ширину, длину, глубину и так далее. То есть, возможности этого приложения, этого инструмента можно действительно назвать безграничными. Можно корректировать и настраивать бесконечно. И при создании вот такой схемы, которая отражает реальную ситуацию в каком-то из бассейнов, можно действительно очень удобно моделировать разные процессы или какие-то изменения в этой системе. И принимать, то есть смотреть, как все это взаимодействует, работает, как меняется. Ну, на сегодня я, наверное, прервусь. Я уже вижу, что мы еще больше времени, скажем так, переизрасходовали. Но в любом случае, если у вас на данный момент есть какие-то вопросы, я готов остаться еще чуть-чуть, ответить на них, если у вас такая возможность есть. Следующее наше занятие будет полностью практическим. Мы сразу же начнем с вот этих упражнений, с работы с моделью. И поэтому будет больше возможностей уже попробовать. Пожалуйста, готов ответить на ваши вопросы. Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? И я вам helstрую. Я вам опять же призываю вас к тому, чтобы вы попробовали все-таки самостоятельно как-то поиграть с этой моделью, поменять какие-то значения, параметры, то есть познакомиться с этим инструментом поближе. Даже если какую-то ошибку вы совершите или что-то пойдет не так, я вам показал, как делать копии этого кейса, вы всегда можете просто кейс удалить, начать заново. Просто призываю вас попрактиковаться и поближе познакомиться с моделью. И поэтому я благодарю вас за внимание. Один человек в чате говорит, что спасибо, пока нет вопросов. И второй человек говорит, что я не имею никаких вопросов. Я думаю, что они появятся, когда мы начнем популировать систему с данными. Я уверен. Конечно, конечно, вопросы такие появятся по мере наполнения системы данными. Да. Спасибо большое за внимание. До следующей встречи во вторник. До свидания. Хорошего выхода и увидимся в следующий раз. До свидания. И спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok